Всем привет дорогие друзья! Вы на канале Реальная Беларусь и сегодня мы поговорим о самых важных и актуальных народных новостях. Иран просит Путина помочь в подавлении протестов внутри страны. Взамен они обещают помочь военкой против войны в Украине. Путину не привыкать подавлять протесты и восстания за свободу слова и демократию. Так же он пытался сделать и в Беларуси. Как заявляют некоторые личности, они стояли у границ Беларуси и готовы были войти. А по другой информации они вошли в Беларусь. Так как вряд ли я могу представить, что вообще в принципе нормальный адекватный белорус или даже не совсем адекватный силовик мог бы делать то, что делали с нами в 2020 году. Поэтому скорее всего, не скорее всего, а процентов 90, что Путин поможет Тегерану. Тут очень важный момент, если у него еще сила остались. Рашист, который стал инвалидом, со слезами благодарит Путина за то, что тот начал войну. Я не знаю, сколько этому рашисту заплатили или как его запугали, но выглядит это убого. Хотел бы еще очень сильно вас поблагодарить о том, что Донбасс забрали в Россию. Не зря вы боролись, не зря пацаны гибли. Спасибо вам. Вадим Александрович, прежде всего хочу выразить слова восхищения такими, как вы, сильными людьми, которые не побоялись бороться за себя, за других людей. Шойгу в срочном порядке прилетел в Беларусь, где подписал документы. Все уже и так напуганы, перепуганы. И встретился с Лукашенко, где Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия уже союзное государство. Мы серьезно к этому подошли. И наши и ваши офицеры готовят ребят и белорусских, и россиян готовят для того, чтобы и в случае необходимости первые роды наши защитники союзного государства смогли отразить любую агрессию с этой территории. Мы, как единая группировка, единая армия, сегодня готовимся, а все об этом знают. Вокруг мы это не прятали, да и в современном мире спрятать это невозможно. Вообще непонятно, что несет синепалый диктатор. Либо он уже продал нашу страну официально, а мы об этом не знаем. Либо у Лукашенко снова крыша течет. В Беларуси назревает энергетический кризис. Беларусы могут остаться без отопления. Это некрасивые громкие слова. Дело в том, что Лукашенко отправлял в Польшу оборудование для ремонта. Но в связи с санкциями это оборудование обратно он не получит. И вполне возможно, беларусы останутся без отопления. Может быть не все беларусы, но часть точно останется. С учетом того, что часть и так не имеет этого отопления, большая часть людей будет просто замерзать. В то самое время, когда беларусские и российские СМИ рассказывают, что Европа будет мерзнуть. А в России на 8,5% подорожало отопление. Лукашенко снова бредит. Неадекватный диктатор придумал себе врагов, которые хотят уничтожить Беларусь. На этот раз в воображении недалекого диктатора родилась информация о том, что Украина якобы нанесла серию ракетных ударов по территории Беларуси. Но все они были героически сбиты местным ПВО, пригодность к использованию которых, между прочим, вызывает большие сомнения. Никаких сведений из проверенных источников о данном факте, естественно, не существует. Также Лукашенко заявил, что якобы соединенные страны НАТО сговорились с Украиной и замышляют нанести удар по Беларуси. Но спецслужбам также героически всегда получается предупредить и испортить эти планы. Читая новости, порой кажется, что у Лукашенко реально болезнь прогрессирует. Четыре ракеты по территории Беларуси были направлены, а он их сбил, никто об этом не знал. Они дроны, которые вряд ли даже украинцы запускали, скорее всего, лукашисты запустили, целое расследование сделали. А тут четыре ракеты и никто ничего об этом не говорит. Очевидно, что Лукашенко готовится. И все эти заявления, провокационные заявления об этом свидетельствуют. Что пишут орки о Беларусах и Беларуси? Я не буду зачитывать данные сообщения, оставлю их в Телеграм, наверное, даже и показывать не стану. Единственное, что хочу сказать, что я вас всех, кто так относится к беларусам, презираю. Вы находитесь на моей земле, вы оккупанты, вам не место в моей стране. Каждый, каждый, кто так или иначе участвовал в войне, понесет за это ответственность. Пока диктатору власти вы еще можете хоть что-то. Но как только диктатор потеряет власть, беларусы вам напомнят, кто вы и где вы должны находиться. Лукашенко запланировал в следующем году с беларусов собрать еще больше штрафов. Там на 43% больше, чем в прошлом году. План, понимаете? То есть они запланировали штрафы. То есть они не знают, беларусы в этом году нарушат что-либо или нет. Но Лукашенко уже запланировал, что обязательно нарушат. И вся причина в том, что беларусская военка требует бабла. Беларусские силовики требуют бабла. Я уже говорил о том, что на медицину и на образование в Беларуси потратят в 4 раза меньше, чем на беларусских силовиков. А Лукашенко говорит, что в Беларуси нет. В Беларуси террор. И террорист Лукашенко. Сын бывшего президента США Дональд Трамп призвал прекратить финансирование Киева. Сын Трампа заявил, что нужно прекратить помогать Украине, так как Зеленский арестовывает священников. И тут на самом деле, когда я посмотрел на эту новость со стороны, был удивлен, почему в Украине священников арестовывают. А потом немного глубже изучил вопрос и понял, в чем причина. Мало того, что там они хранят и распространяют российскую, рашистскую литературу, так это малая часть. На одном из компьютеров или телефонов священника нашли по*** причем детская. Причем не просто скачанная с интернета, а снятая на собственную камеру. И тут священник он будет, или папа Римский, он должен нести за это ответственность. Если Трампу нравится такое, сыну Трампа, то у меня вопросов больше нет. Пока Лукашенко планирует сбор штрафов с белорусского народа и финансирование белорусских силовиков, белорусы питаются вот такими вот продуктами. Вместо того, чтобы пустить эти деньги на развитие промышленности, так Лукашенко на силовиков деньги тратит. Вот открыли пачку с хлебом, Оршанского хлебозавода. И вот нашли кусок пленки. Уже не первый раз такое. Заместитель председателя так называемой Федерации профсоюзов Беларуси наконец-то вымолвил. Сокращение ассортимента связано с тем, что ряд очень крупных международных корпораций ушли с белорусско-российского рынка. Либо сократили поставки. Вот так выглядят белорусские полки магазинов, но белорусские СМИ продолжают утверждать, что в Беларуси дефицита никакого нет. Да и сам Лукашенко об этом говорит. Пропаганда одним словом. Красной ленточке осталось на три дня. В агрогородке Черессы открыли новый фирменный магазин от местного мясокомбината. Ну а такое торжество без традиционной дегустации мясных сомелье обойтись не могло. Выглядело это вот таким вот образом. Люди пришли, в общем-то, не на открытие магазина посмотреть, а на возможность, ну, банально, поесть. Вот такая вот она реальная Беларусь.